Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Новости ОТС Сегодня вышел на дороги Сочи, патрулировал курорт и вручал подарки маленьким пассажирам. Похолодание и снег даже в прибрежных районах Сочи. Такой прогноз на ближайшие дни дают синоптики. В связи с этим все службы города переведены в режим повышенной готовности. Такое поручение сегодня дал глава курорта Анатолий Пахомов. Все службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Об этом сегодня сообщил на очередной планерке глава курорта Анатолий Пахомов. В городе объявлено штормовое предупреждение. В течение двух суток в Сочи, в том числе и в прибрежной части, ожидается мокрый снег. Местами возможно его налипание на провода и деревья. Из-за сильного ветра ночью уже пострадал поселок Салахаул. Там жители остались без света, а в Лао без воды. Вопрос был решен к вечеру. Мы объявили режим повышенной готовности. Считаем, что главы района во главе с Александром Викторовичем предпримут все меры к тому, что любое событие, которое произойдет, тем более оно ожидаемое заблаговременно, оно будет выполнено. На время введенного режима повышенной готовности, подчеркнул Пахомов, необходимо организовать дежурство, в том числе ночное, глав и их заместители в районах, чтобы оперативно реагировать на изменения погоды и вовремя при необходимости расчищать снег с привлечением спецтехники. Люди в преддверии праздника не должны попадать в заторы на дорогах или еще хуже не иметь возможности выехать из горных районов, акцентирует мэр. Нужно быть готовым. Если у вас сегодня есть проблемы с дорожной техникой по уборке снега, и у нас может так случиться, что некому будет убирать, скажем, лазаревку или некому будет головинку почистить, поэтому я делаю акцент. То же самое хочу сказать об Адлерском районе. Позаботиться необходимо и о противопожарной безопасности. В этом году в Сочи произошло порядка 200 возгораний. В огне погибли 23 человека. В преддверии нового года межведомственные группы проверили проводку в домах сочинских многодетных и малообеспеченных семей, семей с трудными подростками, в квартирах инвалидов и одиноко проживающих. В списке порядка 6 тысяч семей и более 2 тысяч инвалидов. Работа реальная. По каждому итогу посещения в обязательном порядке составляются акты, проводятся инструктажи, раздаются памятки. В прошлом году эта работа практически проводилась очень слабо. В этом году мы вышли на новый уровень. Госпожнадзор всю эту работу подтверждает. Также на последней в этом году расширенной планерке Анатолий Пахомов еще раз напомнил своим заместителям и начальникам управления о том, что работа должна быть командной и эффективной. Грядет очередное сокращение сотрудников мэрии. На своих рабочих местах останутся только те чиновники, которые ставят интересы города выше личных и работают только на результат. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Бюджет края этого года составил 265 миллиардов рублей, что позволило увеличить финансирование отдельных программ. Итоги уходящего 2018-го сегодня на Большом краевом совещании подвел Вениамин Кондратьев. В зале собралось около 500 человек. Руководители региональных структур, депутаты ЗСК и Государственной думы, а также главы муниципалитетов. Заместители губернатора представили подробный отчет по всем отраслям. Положительная динамика наблюдается практически в каждом блоке. Однако высокие показатели в экономике края не повод расслабляться, отметил глава региона. В следующем году задачи будут еще амбициознее. Этот год был для нас экономически успешным. Безусловно. Бюджет этого года 265 миллиардов. Мы перед собой ставили планку ниже. Но давайте учитывать, что в 2015 году бюджет был 190 миллиардов. Несложно посчитать, что на 75 миллиардов мы приросли, коллеги, в рамках сегодняшних экономических условий. Это, конечно, результат всех сидящих в этом зале в первую очередь, коллеги. Могу сказать одно, что мы достигли тех целей, которые перед собой ставили. Ну, коллеги, это мы. Имеются в виду органы управления, власть. Но достигнуть тех целей, которые перед нами поставили жители края, еще раз подчеркну, друзья, еще много-много нужно сделать. Много. Не просто активно, а результативно потрудиться. В регионе продолжится строительство школ и детских садов. Весомые средства пойдут на здравоохранение. На следующий год бюджет останется социально ориентированным. На этот блок направят не меньше 70% средств. Борева с неформальной занятостью, производственным травматизмом и защита прав работающих граждан. Эти и другие вопросы обсудили в Краснодаре на последней в этом году трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ее провела вице-губернатор Анна Менькова. На селекторном совещании с районами края подвели итоги за 2018. Более 60 тысяч кубанцев, занятых неофициально, оформили свои отношения с работодателем. Задачу, которую поставил Роструд, удалось перевыполнить. Мы можем говорить о том, что очень большое количество людей объективно были выведены, так скажем, из тени и оформились официально на работу. Сегодня это важнейший, вообще важнейший для нас вопрос. И не только для социального блока, чтобы вы понимали, это напрямую связано с экономикой. И, конечно, сегодня мы эту работу и в 2019 году будем продолжать. Еще один важный вопрос, на который я сегодня обратила внимание и всех членов трехсторонней комиссии. С 2019 года, с начала года, у нас ждут ряд изменений, связанных с пенсионным законодательством. У нас появляется новая категория граждан. Это граждане предпенсионного возраста, которые должны находиться на особом контроле, под особой защитой и заботой государства. И в этом смысле мы, конечно, сегодня должны пересмотреть вопросы трудоустройства и сохранения рабочих мест для граждан предпенсионного возраста. Еще на итоговом заседании стало известно, что при трехсторонней комиссии будет образована межведомственная рабочая группа. Она будет эффективно и оперативно решать вопросы, связанные с сокращением теневой занятости и трудоустройством населения предпенсионного возраста. Также вице-губернатор Анна Менькова дала поручение всем центрам занятости Кубани проанализировать ситуацию на рынке труда и оценить качество оказания услуг. Они не остались равнодушными к чужой беде и этим спасли человеческие жизни. Губернатор встретился с курсантами Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко, которые в октябре этого года помогли жильцам покинуть горящие здания. Пожар произошел в жилом доме по улице Северная. Молодые люди заметили возгорание в одну из квартир. Глава региона поблагодарил ребят за проявленное мужество и отметил, что в такой экстренной ситуации они проявили свои лучшие человеческие качества. Краснодарские коллеги с подробностями. В тот день курсант шифровального училища Эмиль Крюченок заступил в наряд. На дежурстве общежития он следил за порядком и контролировал пропускной режим. Из окон одной из квартир валили большие клубы дыма. Не дожидаясь приезда спасателей, Эмиль решил вывести людей из огня. Я увидел бабушку, которая просила помощи. Вот здесь вот на третьем этаже, где красные занавески. Я недолго думал, что если требуется помощь, я ей помогу. Побежал в подъезд, открыл дверь в подъезд, поднялся на этаж. Вслед за мной побежали мои друзья, которые оказывали мне помощь. Покидать жильцам горящее здание помогали еще восемь курсантов шифровального училища. Они спасли не только семью из пострадавшей квартиры, но и соседей. И даже помогли собрать документы. После чего они вернулись к себе в общежитие. О случившемся даже никому не рассказали. Но однажды во время встречи с героями России, где также присутствовали курсанты, один из них обмолвился губернатору о поступке своих друзей. Сегодня молодые люди были приглашены на встречу с главой региона. Вениамин Кондратьев решил лично поблагодарить курсантов за мужество. Ведь такие истории – пример для подражания в первую очередь для их сверстников. Первое, что отличает вас от ваших сверстников – повышенное чувство сострадания, милосердия и человеколюбия. Мы видим мир другой в интернете, где вместо того, чтобы прийти на помощь или оказать эту помощь, проще достать телефон и снять то или иное чрезвычайное происшествие на камеру, выложить у себя на страничке и набрать определенное количество лайков. А есть вот то, что сделали вы. Не достали телефона, не стали снимать. А максимально выполнить даже не свой долг, а внутренний какой-то позыв, внутреннее желание максимально помочь ближнему человеку. Конечно, ваш характер – это ваша внутренняя черта. И это вам свойственно, наверное, заложено генетикой, воспитанием в семьях. Но и сегодня развивается в училище. Высшее военное училище имени Штеменко готовит специалистов по защите информации, связистов и шифровальщиков. В России это единственное подобное учреждение. За свою многолетнюю историю вуз направил в войска российской армии десятки тысяч офицеров. Во время своего руководства Эдуард Коржин наблюдал в училище немало подвигов. И уверен, так же поступил бы каждый курсант. Я горжусь курсантами Краснодарского высшего военного училища. Мы с командованием подразделений проводим большую работу по воспитанию молодых юношей, воспитанию в них высоких, хороших чувств, как личности, как человека. Как вы сегодня уже сказали, что не таких, которые стоят со стороны, снимают на телефон и равнодушно смотрят на все происходящее, а принимают мгновенные, решительные свои действия, идут на помощь человеку. Молодым парням всего по 16-17 лет, и в своем поступке они не видят ничего героического. Как сами признаются губернатору, в тот день они не могли поступить иначе. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что в учебном заведении воспитывают достойное подрастающее поколение. Вот тот поступок, который эти ребята совершили, это поступок людей, как я сказал, людей из большой буквы, безусловно, это да. Это да. И он достоин того, чтобы о нем сегодня мы говорили, и они публично получили свое признание за то, что они, на самом деле, сделали. Просто остались неравнодушными. Вот это сегодня и есть то, что очень ценно в обществе. Просто не в службе. Это не прописано было ни вашим уставам, ни вашими должностными обязанностями. Это было прописано, наверное, состоянием вашей души, совестью. Вот то, что не найдет никаких отражений ни в каких документах, ни регламентирующих, ни регулирующих ни сегодняшние ваши обязанности, ни завтрашние. Поэтому простое, большое человеческое спасибо. На память о встрече с губернатором у курсантов останутся именные часы. И даже если в своей жизни они больше не совершат героических подвигов, то важно помнить одно. В любой ситуации нужно оставаться человеком, который придет на помощь. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин ГОДУ ВМЕСТЕ САН-СИТИ, СЕВЕРНОЯ 6 Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы Эвелин Болеро в магазине Дамский Кабриз. Торговая галерея напротив Агропрома. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр Сан-Сити. Все подарки здесь. Будущих Эйнштейнов и Ньютонов воспитают в Краснодаре. В краевой столице открылся первый на Кубани детский технопарк Кванториум. Там юные гении смогут изучать и использовать лучшие мировые научные разработки. Продолжат коллеги из Краснодара. Виртуальная реальность управления дронами, IT и биотехнологии. Краснодарский Кванториум похож на секретную лабораторию. Несмотря на то, что ученые здесь дети, занимаются они серьезными исследованиями. Сейчас мы работаем над проектом влияния музыки на психологическое состояние человека. Кванториум дает очень большие перспективы на будущее, так как здесь мы занимаемся проектной деятельностью. В будущем мы тоже будем ее заниматься. Я хочу работать в медицинской сфере. Когда я узнала, что скоро открытие Кванториума, я сразу понял, мне нужно туда. Потому что это специализированный сервис, где есть все новейшие технологии. Первый в крае детский технопарк оценила и вице-губернатор Анна Менькова. Она пообщалась с юными исследователями и отметила, что России сейчас нужны профессора и ученые, чтобы сохранить лидирующие позиции в мире. Для того, чтобы мы как раз были у руля научно-технического прогресса, лучшие преподаватели, которые сегодня будут работать в этом технопарке, они должны в ваши умы заложить самые-самые современные знания, которым сегодня владеют лучшие специалисты в мире. Ваша задача – эти знания взять. Договорились? То есть не просто, так сказать, приходить и развлекаться, а действительно получить знания, которые однозначно вам в жизни пригодятся. Все разработки в технопарке имеют практическую направленность. Дети изучают 3D-моделирование, особенности роботизированного производства, цифровую экономику. Тем самым повышается интерес к инженерным и научным специальностям. В кванториуме представлены такие кванты, как биоквант, энерджи квант, робоквант. То есть это те самые современные направления, которые востребованы. Мы благодарны Ростелекому с учётом того, что они видят перспективу и заходят к нам в совместную деятельность в IT-квант. В первый день работы технопарк подписал соглашение с крупнейшей телекоммуникационной компанией. Для юных исследователей проведут экскурсии, познакомят с самым современным оборудованием, а также дадут возможность внедрить свои проекты в производство. Анна Клюева, Артём Тумарь, Кубань-24, Краснодар. Сочинцы могут познакомиться с историей Южного регионального поисково-спасательного отряда. Сегодня в преддверии их профессионального праздника в местном подразделении МЧС открылся музей трудовой славы. День спасателя отмечается в нашей стране 27 декабря. В создании музея трудовой славы ЮРПСО участвовали все сотрудники службы. Экспонаты собирались на протяжении пяти лет. Это снаряжение спасателей, их форма, уникальные документы, награды и сотни фотографий с различных мест происшествий. Практически в каждом участвовал Максим Дзаганья. В службе он работает уже 26 лет, и ему тоже было чем поделиться с музеем. Когда-то там крючки использовались, сюда принёс приборы кое-какие небольшие. Есть какие-то, так скажем, артефакты поднятые с грунта при работах, просто чтобы люди могли посмотреть, что осталось после катастрофы. Скальные крючья, швеймерал, компас, например, очки горные. Поэтому всегда, когда какая-то работа, очень, ну так скажем, технически сложная, всегда что-то запоминается, остаётся в душе. И особенно, когда вытаскиваешь человека живого, даришь ему жизнь, это всё остаётся в памятнике. Центральное место занимает одно из первых средств передвижения спасателей – Днепр. Его привезли из Краснодара. Этим мотоциклом управлял первый руководитель Южного регионального поисково-спасательного отряда. В общем, в двух небольших залах собраны артефакты, по которым можно узнать всё об истории местного подразделения МЧС. Дело спасения зародилось гораздо раньше, чем образование самого чрезвычайного министерства. Потому что ещё в 50-60-х годах прошлого века уже на общественных началах начали образовываться контрольно-спасательные отряды, контрольно-спасательные службы. Наш музей открыт для посещения. Единственное, для того, чтобы в него попасть, желательно это делать организованными группами. Например, это могут быть школьники, студенты, либо дошкольные учреждения. Просто необходимо написать нам официальное письмо, спасательный отряд с заявкой, с указанием времени, даты желаемого посещения. И, конечно же, мы будем рады всех встретить. Название службы изменилось, и подразделение сейчас находится во всех уголках нашей страны. Но главное, что осталось и всегда будет неизменным – это спасатели, которые не представляют свою жизнь без экстрима и всегда готовы прийти на помощь к тем, кто попал в беду. Вы совершили сотни выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Первыми оказались там, где трудно и где сложно, и не только в Сочи. Бывало и в другие регионы, куда необходимо было выезжать. Мы с вами замечательно провели все событийные мероприятия – Олимпиаду, Чемпионат мира по футболу, гонки Формулы-1. И можно этот перечень перечислять. Наша безопасность, я уверенно могу сказать, в надежных руках. Глава города поздравил сотрудников ЮРПСО с профессиональным праздником и наступающим Новым годом, а также вручил самым лучшим благодарственные письма и нагрудные знаки почета. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Вторая «Ласточка» выйдет на маршрут Краснодар-Эмеритинский курорт с 1 января. В первый рейс поезд отправится в 20.24. На станцию Краснодар-1 «Ласточка» прибудет в час 30 ночи. Время в пути составляет 5 часов 6 минут. В обратном направлении поезд начнет курсировать со 2 января. Поезд сформирован из пяти вагонов с местами для сидения и будет ходить ежедневно. По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях «Горячий ключ», «Туапсэш», «Эпси», «Лазаревская», «Лаода», «Гамы», «Сочи», «Хоста» и «Адлер». Стоимость проезда составляет 905 рублей. Откидные боковые места – 543 рубля. Стоит отметить, что дневные экспрессы пользуются повышенным спросом у пассажиров на юге России. Занятость мест на отдельных маршрутах достигает 70%, а в выходные и праздничные дни спрос на билеты превышает 100%. За 11 месяцев 2018 года подвижным составом «Ласточка» по Северо-Кавказской железной дороге перевезено порядка 2,5 миллионов пассажиров. В Сочи полицейские и сегодня продолжили поздравлять детей с наступающим Новым годом. Полицейский Дед Мороз вместе с сотрудниками УВД отправились патрулировать город. На территории Сочи продолжается ежегодная всероссийская благотворительная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». И сегодня правоохранители патрулировали город вместе с главным зимним волшебником. Инспекторы Дорожно-патрульной службы останавливали автомобили, в которых находились дети, а полицейский Дед Мороз поздравлял ребят с наступающим Новым годом. Юные пассажиры читали дедушке стихи, а тот, в свою очередь, вручал им сладкие подарки и раскраски на правоохранительную тематику. И что? Вы не ожидали, что Деда Мороза на дороге встретите? Вот такой тебе новогодний подарок. Счастье мое хорошее. Слушайся, маму, занимайся спортом. Удачи, с Новым годом. Пристегиваемся обязательно. Вдруг на невиданных дорог, на следы невиданных сверей. Избушка там наполит в то, что сидит без окон без дверей. Вот молодец. И моя внученька. Это специально, скажи, для Дедушки Мороза учила. Если ты такая, вот такая послушная у родителей была, да еще и вообще умница красавица, вот тебе раскрасочка. От такого сюрприза в восторге были не только дети, но и родители. Полицейского Деда Мороза можно встретить на дорогах Сочи вплоть до 15 января. Участие во всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» приняли транспортные полицейские. На железнодорожном вокзале прошло новогоднее шоу, подготовленное Общественным советом при Сочинском линейном управлении МВД России на транспорте. На вокзал пригласили всех детей сотрудников транспортной полиции. Сюда же прибыли необычные пассажиры, сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка. За каждый правильный ответ викторины ребята получали сладкие призы и подарки. Тем, кто не смог с первого раза ответить на вопросы, помощники полицейских подарили профилактические комиксы о приключениях мультипликационных героев на железной дороге. К сожалению, ввиду нашей службы, когда постоянно находимся на посту, не всегда можем уделить, правильно бы сказали, внимание детям. Ну вот Общественный совет постарался, организовал прекрасный праздник. Считаем, что детям все нравится, ну а мы довольны. Дети также приняли участие в конкурсе рисунков. Лучшей назвали работу Ани и Михалко. Нарисовала железную дорогу именно потому, что мне нравится работать, мамина работа. Моя мама работает в полиции на железнодорожном вокзале и мне это нравится. Я тоже хочу вырасти полицейским. В Доме культуры Центрального района сегодня прошла необычная выставка работ. Ее организовал Совет ветеранов района. Все, кто пришел в районы Дом культуры, могли не только полюбоваться работами, выполненными руками местных мастериц, но и купить их в качестве новогоднего подарка. Это вязание, вышивка, различные поделки. Творчеством занимаются сочинцы на заслуженном отдыхе, рассказывает председатель Совета ветеранов Центрального района города. Подобные выставки они организовывают достаточно часто, в том числе и кулинарные. А к Новому году выбрали лучшие работы пенсионеров. Дело в том, что у нас уже стало доброй традицией время от времени организовывать интересные мероприятия, выставки, конкурсы. И сегодня очередная выставка у нас в канун Нового года. Наши пенсионеры решили порадовать город своими работами. Премьера в сочинском цирке. Всемирно известный цирк Филатовых привез на курорт новую программу. Это шоу для всей семьи «Новогодняя сказка». На премьере побывала наша съемочная группа. Всего четыре представления в Сочи и уже более семи тысяч восхищенных зрителей. Знаменитая династия Филатовых представила в Сочи свой совершенно новый спектакль. Цирк привез на побережье новогоднее шоу с любимыми сказочными персонажами и лихо закрученным сюжетом. Здесь заняты Дед Мороз, Снегурочка, Кот, Заяц, Леший, Дымовой. То есть те персонажи, которые очень любят дети. И, конечно, зажигание елки и всякие сюрпризы. И, в общем-то, специальное детское представление было подготовлено для сочинского цирка. Филатовые артисты с мировым признанием не перестают снова и снова удивлять искушенного зрителя. Здесь и акробаты, иллюзионисты, и эквилибристы, и жонглеры. Вот, например, культовый персонаж комиксов «Человек-паук» парит в воздухе. Дети в восторге. Ну и куда в цирке без животных? Собаки, пони, павлины, носухи, врыблюда, дикобраза и даже дрессированные попугаи. Все на одной арене и каждый с уникальным номером. Артисты привезли в Сочи тонны сказочных декораций, новые яркие костюмы, целую фуру светового оборудования и больше десятка медведей. Группа из 15 хищников – самая крупная в мире. Косолапые артисты Филатовых оттачивают мастерство каждый день во время репетиции, чтобы во время представления удивлять зрителей уникальными трюками. Цирк Филатовых – это новое шоу, созданное к юбилею династии. Она отметила 180-летие. Это уже пятое поколение на Манеже. Их представления бьют рекорды по посещаемости в разных городах страны. Увидеть одно из самых масштабных цирковых шоу от династии Филатовых можно уже завтра на Манеже Сочинского цирка. В декабре осталось всего несколько представлений. А в наступающем году артисты будут радовать жителей и гостей курорта каждый день со 2 января. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.